Сежеин глядит в полуночь, и вожен рабе Божий, обрящих дяща. Если корабль нагрузить сверх меры, он пойдет ко дну. То же можно сказать и о человеке, который ест больше, чем необходимо, пишет святитель Иоанн Златоуст. И то, что бывает с перегруженными кораблями, тоже происходит и с присыщающимися людьми. Такому кораблю не поможет ничего. Ни тишина моря, ни искусство капитана, ни слаженная работа команды. Он все равно утонет от тяжести груза. Так и чревоугодник погубит свою душу, и ничто ему не поможет. Ни учение церкви, ни порицание других, ни стыд, ни наставление, ни страх будущего. Ничто не спасет душу, если сам человек не будет бороться с чревоугодием. Такую картину рисует святитель, чтобы показать нам гибельность этой страсти. Но как же с ней бороться? Об этом мы подробно говорили на прошлом уроке с протеереем Артемием Владимировым. Великопостный цикл бесед с батюшкой посвящен аскетике. И говорит он об этой науке христианского подвижничества не только за тем, чтобы еще раз напомнить нам о гибельности страстей, о необходимости борьбы с ними. Нет. Цели наших уроков вполне практические. Обозначить те шаги, те конкретные действия, которые помогут нам, тем более во время поста, заниматься аскетикой. Ведь аскет – это тот, кто борется со страстями, кто подвизается в воздержании, стяжании добродетелей. Аскетизм иногда называют христианством размышления и действий. Именно в таком ключе и выстраивает свои беседы отец Артемий, когда рассказывает о каждой страсти отдельно и предлагает вполне конкретные рекомендации и упражнения, которые необходимо выполнять, чтобы вести внутреннюю борьбу. Эти сведения сам батюшка позаимствовал из аскетических творений святых отцов, то есть из живого опыта христианских подвижников. В прошлый раз, дорогие друзья, мы уподобились древнерусским былинным богатырям, которые держали сражение с чудищем поганом. С помощью меча-кладенца срубали головы огнетышащего дракона. Меч для нас – это мудрость и молитва, а чудище – это страсти, в том числе и чревоугодие, паранырливая и хитрая страсть. Святитель Игнатий Кавказский говорит о том, что нет ничего более умиротворяющего, радостного, чем воздержание, умение всем пользоваться в меру и разумно. Почему? Потому что, найдя свою меру, а ведь она у каждого своя, человек ухитряется сохранять ум в светлости, в ясности сознания. Кстати, гибельность, чревоугодие и состоит в помраченности ума, а не только в том, что тебе приходится 48-й размер менять до 56-й. «Ясность ума, способность рассуждать, все подчинять голосу разума, попечение о плоти не превращать в похоти, как учит апостол Павел». И в этом смысле И воздержание, как власть над чревом, как господство над низшими пожеланиями души, очень тесно связано с целомудрием, сердечной чистотой. Мы об этом еще с вами сумеем поговорить, но только хочется похвалить человека воздержанного, то есть внутренне свободного. Ни к чему земному не пристрастного, не привязанного до болезненности. Когда сам взор меняется, глаза становятся бегающими, такие красные глазенки, о которых писал Александр Блок, а пьяницы глазами кроликов инвина веритас, кричат, очи заведущие, руки загребущие, еще трясущиеся. Посмотрите на людей зависимых. И напротив, холодность благам этого мира, внутренняя отстраненность от земного, всегда умение прославить Господа Бога, который все нам дал обильно для наслаждения. И пусть ученики Христовы в этом отношении напоминают каких-то птичек-невеличек. Одна птичка бродит у ручья, что-то высматривая среди камешков, готовая их пить, мгновенно вспорхнуть при приближающейся опасности. Или калибри, делающие миллионное число взмахов крыльями и длинным носиком пьющие нектар, как пчелка. Чуть только появится стрекоза, в щите ее уже нет. Вот такая легкость, деликатность. Легко садимся и легко должны вставать. Идеал для меня лично недостижимый. Но я сейчас об этом говорю для того, чтобы самого себя мотивировать на приличный, достойный образ жизни. Субтитры подогнал «Симон» А теперь, дорогие друзья, давайте-ка наденем кольчугу, латы, вооружимся мечом, сядем на сивку-бурку, вещую-каурку, или бурушку, как ласково, былины называют коня, Илью Муромца, и отправимся в сражение. Последний бой, он трудный самый, потому что есть такая огнедышащая пасть, которая заглотала уже сотни тысяч душ, и при этом не страдает от отсутствия аппетита, страсть гнева, злобы, начинающихся с едва приметной раздражительности, которую сейчас эвфемистически называют нервностью, или так говорят, у меня, вы знаете, дурной характер, не подходите, искусаю. Ах, это самооправдание, ах, это стремление убелить себя и в выгодном свете выставить собственную испорченность, до добра не доведет, потому что в раю нет ни одного человека, который на земле занимался бы самооправданием, а ад забит ими до отказа. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, дорогие друзья, каленым железом сегодняшнего дня я начну выжигать эту самую раздражительность, начинающуюся с прилогов, приступов, едва заметных намеков, недоброжелательность, нежелание посмотреть на человека светло, радушно, с улыбкой, готовность его грубо оборвать, когда он что-то такое невнятное нам говорит, внутреннее осуждение, какая-то накипь, презрение, негодование, привычка по поводу и без повода срываться с места карьера, спускать полкана, когда мы не можем, потому что не хотим совладать со своими чувствами, выпускаем джина из бутылки. И происходит термоядерный взрыв, второй Чернобыль, а сердце превращается в везувий, источающий из себя лаву, огнедышащую, ещё сопровождающуюся выбросом ядовитых газов, умерщвляющих всё на пути своего распространения. Картина, но именно таков, человек, который почитает себя вправе раздражаться, наживает сначала невроз, потом психоз, и уже не знаешь, где болезнь, а где злой навык, в чём и состоит коварство лукавого духа. Утверждаем вместе с освященным писанием, что не любящий своего брата, то есть позволяющий себе на него раздражаться. Во тьме входит, и Бога не знает, хотя бы прочитывал по 10 акафистов в день, ибо Бог есть свет, в нём нет никакой тьмы, ни человеколюбия. Он источник чистейшей любви, божественной энергии, которая всех просвещает, всем желает пользы, всем хочет спасти, и все хочет собрать в лоно Матери Церкви. Малейший импульс осуждения и озлобленности есть демоническая энергия, расточающая то, что Бог собирает. Христос почивает лишь в простых и незлобивых сердцах. С чего начнём борьбу? Внимание! Ахтунг! Ахтунг! Всегдашний самоконтроль, Всегдашняя готовность ума засечь появление помысла или чувства неприязни и вступить с ними в единоборство. Каким образом? Расчленим этот акт, это действие нашей психики на отдельные сегменты. Вот шевельнулось слово осуждение. Я не разбираюсь сейчас, откуда оно изнутри испорченной души поднялось, как какое-то бульканье на болоте, или привнесено демоном, который своим хвостом замешивает в нас эту ядовитую смесь и удаляется. Главное вовремя заметить, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла, и тотчас откреститься от этого неправедного движения нашего сердца. Господи, это не Твое, и это не мое. Не принимаю, не хочу, не буду, как маленькие дети, бывает, отказываются от несвежей пищи. Едва лишь только ты внутренним актом, валением отторгнул от себя злое движение, ты уже победитель греха. По учению святых отцов Бог не вменяет нам в грех, возникший внутри худой, мечтательный, злой помысл, если мы не принимаем его, если он только появился в сфере нашего внимания, но тотчас был нами отторгнут. Это бескровная победа, это лавры, которые сам Бог возлагает на главу благоговейного, внимательного человека. Субтитры создавал DimaTorzok голодный пёс или койот, или шакал, будучи отогнан, потом вновь наведается в усадьбу. Значит, нужно выставить систему защиты, противоракетная оборона, а лучше сказать, щит и меч, который воин, находящийся в дозоре, держит на готове. Молитва, внутренняя обращённость к Господу, вот меч, а щит – это сознание своей немощи, неспособности победить зло. Господь, я никто и ничто, без Тебя я не смогу и шагу сделать в невидимой брани. Ты мне помоги, Иисусе Христе, помилуй меня. Святые Отцы свидетельствуют, что призвание имени Иисуса Христа с верой и любовью производит устрашающее действие на любую страсть, как исчезают сгустки тьмы. Там, где внесён светильник, распространяющий вокруг себя лучи света, так демоны бегут прочь, страсти притихают, едва лишь только мы обращаемся к всемогущему Богу, называя Его по имени. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот так, держа оборону, мы обрящим, обретем, получим победу. А что, если пресловутая раздражительность уже укоренилась в твоей душе? Если внезапно ты чувствуешь раздражение, которое, как землетрясение, начинает колебать твою душу? На этот счет премудрый Соломон говорит так, если дух владеющего найдет на тебя, пытается себя просто прикрыть, накрыть, место своего не оставляй, не бросай щит и меч на поле брани. Но напряги свою слабую волю, как борец, против которого выходит оппонент более тяжелой весовой категории, и посмотри, в какое уязвимое место ты можешь нанести ему удар. Апостол Павел говорит так, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Если ты слаб и немощен, но с тобой сам Господь, какими бы исполинами-голиафами страсти не представлялись, не рисовались нашему воображению, только скажи, как мы сейчас выяснили, не хочу, не буду, Господи, сил я не имею, но у меня есть желание устоять в добре. Господи, я склоняю свое произволение на чашу добра, а ты мне помоги, вдохни в меня благодать твою, энергию твою, которая поможет мне не сдать высоту и победить этого страшного врага. Субтитры создавал DimaTorzok И вы знаете, как бы ни был человек, обладая страстью и навыком, какой-то несчастный алкоголик, который уже пропил все, что у него было дома, покинут женой и дочерью и живет в трущобе. Человек наркозависимый, которого ломает изнутри страсти, он чувствует, как она просто разрывает его на куски. Если ты возведешь свой взор ко Христу, который взял на себя твою немощь, твою язву, твою болень, твои страсти, и скажешь, Господи, как ты умер за меня на кресте, так я сейчас хочу умереть за тебя, чтобы жить с тобой вечно. Если бы у нас момент обладания нами страстью, ее открытого военного действия против нас, говорит старец Силуан Афонский, хватало рассудительности посмотреть туда, где Господь, увидеть на себе его взор с распятой высоты к нам обращенной, и в ответ раскрыть свои руки, дабы он заключил на свои объятия, самый ад содрогнется и отступит во тьму, потому что Бог слишком много сделал для каждого из нас, чтобы человек, ищущий своего Творца в этот пограничный, форс-мажорный, судьбоносный момент, остался без помощи Божьей. Ну а покуда страсти притаились, молчат, будет, будем все всегда в состоянии повышенной боевой готовности номер один. Жди искушения, оно к тебе не придет, приуготовься, и оно тебя обойдет. А как цунами, страсть идет на себя, ты пригнись и подверни, то есть вспомни, кто ты и что ты, Господи, я ничто, а ты все для меня. Господи, хочу быть твоим чистым сыном. Так молился праведный Алексей Мечов и так советовал обращаться трогательно, по-детски, к Христу, когда помянутые мной страсти надвигались, словно золотая орда на Святую Русь. И я очень надеюсь и верю, что наши ненавязчивые уроки будут приняты к сведению хотя бы 10% сегодняшних наших телеприхожан. Потому что на самом деле предмет очень серьезный, борьба идет не на жизнь, а на смерть. Плод ее, итог, результат, либо вечная погибель, либо вечное спасение во Христе. Не всем, я это прекрасно понимаю, слушать легко наши разговоры, но вы сами, дорогие друзья, не лыком шиты, вас на мякине не проведешь, и вы вместе со мною прекрасно понимаете, что аскетика – это не переливание из пустого в порожнее. Аскетика – это не теория, оторванная от практики, а это наука побеждать, это метод Александра Васильевича Суворова, который учил своих донцов-молодцов, солдатушек-ребятушек, делать стремительные суворовские переходы и прямо с Альп обрушиваться на голову у противника, тогда, когда он спокойно пел французские песенки и распевал Марсельезу. За веру, за родину, за царя-батюшку мы победим! Субтитры создавал DimaTorzok враг-то имеет свойство подкрадываться незаметно. Конец делу венец! Прежде смерти учили афонские подвижники никого нельзя не прославлять, не ублажать, поэтому жизнь продолжается, и в качестве домашнего задания мне хотелось бы, дорогие друзья, предложить вам попробовать применить на практике те боевые приемы, которые мы сегодня с вами воспомянули, отобрав из огромного наследия святых отцов самое важное и выразив эти советы современным языком применительно к психологии восприятия екатеринбуржцами и не только ими, а еще и жителями Новой Зеландии, Голландии. Сегодня Союз смотрит весь мир, и я буду очень рад с вами встретиться вновь и продолжить нашу азбуку спасения. Свят, 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 есть и Боже, Богородицею помилуй нас. Родина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...